Здравствуйте! Всех приветствую на своем YouTube-канале. Сегодня мы записываем интервью с замечательным человеком, врачом-псехотерапевтом, методологом мышления, создателем интеллектуального кластера игры разума Андреем Владимировичем Курпатовым. Сегодня я хочу попробовать записать такое, ну, немножечко не совсем официальное, может быть, чуть-чуть не совсем формальное интервью. Обычно Андрей Владимирович говорит очень серьезные вещи, серьезным языком. Но сегодня я попробую побыть таким психотерапевтом, который попробует вытащить секреты из Андрея Владимировича. Андрей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что согласились на это интервью. Я вам налю чаю. Представьте себе, что мы как дома. Я пока, Андрей Владимирович, что-нибудь подсыплю, чтобы вы стали поразговорчивее. Я тут почти что дома. Да, мы в интеллектуальном кластере, кстати сказать. Спасибо большое ресторану «Симпозиум». Вот замечательный чай. И нас, в общем, сегодня приютили. Ну вот если серьезно, все-таки, да, Андрей Владимирович, вы очень давно популяризируете идею о том, что психотерапия должна быть доступной, понятной. И вы одним вообще из первых были специалистов, кто заговорил о том, чтобы психотерапия и вообще психотерапистические подходы были понятны врачам разных специальностей, в том числе врачам общей практики. Вот, потому что не было системы, с помощью которой они могли вообще понять, да, с каким расстройством они столкнулись. То есть, грубо говоря, да, любой врач, да, может понять, что перед ним пациент, да, с тем или иным расстройством. Причем, я так понимаю, что вот в последнем, в одном из последних пересмотров, когда вот вы начинали это делать, МКБ-10, классификатор болезни, был такой уже феноменологический подход, то есть, скорее, описательный подход. Ну, вот, собственно, у меня вот вопрос, да, как вообще вы, с чего вы начинали, да, почему у вас идялась именно идея вот это популяризировать тогда? Ну, я работал тогда, это клиника неврозов имени академика Павлова, на самом деле, 7-я психиатрическая больница номер 7, вот, называлась она клиника неврозов, чтобы не сильно отпугивать наших потенциальных пациентов. Это, ну, просто государственная больница, которая была специализирована для лечения пограничных психических расстройств. И, значит, у нас была очень большая проблема, проблема заполняемость койк. Вообще, все, кто в медицине работают, знают, что если койки не заполняются, то есть риски, что все это, значит, прикроют. Вот, и, соответственно, это было удивительно. Значит, я тогда возглавил в Санкт-Петербургский городской психотерапевтический центр, и мы проводили эпидемиологические исследования, значит, и показали, что у нас на одного человека в городе приходится полтора психических расстройств. Вот так. Да, понятно, что, значит, тяжелой психиатрии, это всего лишь, там, 2-3-4 процента, но в лучшем случае, если мы все учитываем, включая деменцию, там, и так далее. А вот то, что касается расстройств пограничного спектра, они, собственно, и занимают все эти головы. Соответственно, у нас, вроде бы, должен был быть переаншлаг и очередь, а, значит, переаншлага очереди нет. Значит, ну, почему это происходило? Это происходило потому, что обычно человек, у которого есть какие-то пограничные расстройства, обращается просто в поликлинику. Да, значит, потому что вообще психические расстройства проявляются целым комплексом таких соматизированных реакций, да, значит, это посердечно-сосудистая система, там, повышение артериального давления, там, головокружение, там, желудочно-кишечный тракт, это синдром зараженной толстой кишки, это тошнота, это там, и так далее. То есть большое количество, и даже если у него просто депрессия, депрессия, во-первых, бывает маскированная, она может проявляться соответствующей, как бы сказать, соматической симптоматикой, хотя на самом деле это просто фантомные, по сути дела, боли. То есть их нету, они как будто бы есть у пациента. Да, но это при маскированных депрессиях. Вот, и дальше получилась конструкция, при которой я разработал программу развития психотерапевтической помощи в городе, которая предполагала то, что мы вовлечем, значит, государственные больницы и поликлиники, значит, вот программу обучения, чтобы врачи могли идентифицировать пограничные психические расстройства у своих пациентов. Значит, не тратить время и ресурсы на бессмысленное лечение в соматических стационарах и в обычных поликлиниках, вот, и, соответственно, направляли их для лечения в клинику неврозов имени Академика Павлова. Вот, и, как вы правильно заметили, там была и вторая проблема, связанная с тем, что вообще в нашу жизнь вторглась МКБ-10, международная классификация болезней, потому что мы тогда переходили... То есть, нового пересмотра на тот момент? Дело в том, что там пересмотры были, но в практике врачебной не использовались в принципе, то есть МКБ-9 была такая, рекомендательный характер носила, никто не пользовался этими классификаторами, вот, а тут получилось, что мы, как бы, к международной всей системе подходили не только, там, с точки зрения рыночной экономики, но и с точки зрения медицины тоже. Вот, и у нас-то, конечно, в нашей классической медицине, и это неплохо, значит, медицина всё-таки была такая, ну, как бы сказать, нозологическая, да, то есть мы определяли нозологии, очень большое внимание уделяли патогенезу, расстройства и так далее, это давало более системное и комплексное видение пациента, и то же самое касалось и психиатрии. Вот, и тут, значит, это десятый пересмотр, и все должны были перестроиться и начать, значит, использовать вот эту классификацию МКБ-10, которая такая, она критериальная, то есть мы не пытаемся найти сущность болезни, вот, а мы выделяем набор критериев, если пациент этому набору критериев соответствует, то мы считаем, что у него соответствующее заболевание есть. Вот, и это было сложное для психиатров тоже, вот, и тогда вот стояла задача, но с другой стороны был плюс, значит, дело в том, что, например, вегетососудистая дистония существовала в разных врачебных нишах, значит, вегетососудистая дистония рассматривалась как, как соматическое заболевание в терапии, то есть вот, как бы, там, терапевт мог поставить диагноз вегетососудистой дистонии. Значит, при этом для психиатра было очевидно, всю дорогу в психиатрии называлось неврозом сердца, вот, и, значит, что это психическое расстройство, и дальше вот кому как повезет, попадет, значит, к терапевту, получит диагноз вегетососудистой дистонии и будет лечиться, значит, какими-то припарками. Вот, попадет к психиатру, значит, получит диагноз невроза сердца, значит, ну, невротического состояния и будет лечиться тринкализаторами, тогда психотерапия тоже не была на высоте, в общем, но это все равно лучше, чем припарками. Вот, да, и задача состояла, и чем была хороша МКБ, что в ней уже не было вегетососудистой дистонии, вот, она уже к этому времени там трансформировалась в нейроциркуляторную дистонию, вот, но и такого диагноза тоже нет, а в МКБ-10 был, например, диагноз самотоформная вегетативная дисфункция сердца-сердечно-сосудистой системы, и относилась она к разделу психических расстройств, и если пациент демонстрирует подобные жалобы, то очевидно, что он должен быть как психотерапевт, да, ну вот. И кардиолог должен был об этом знать уже, то есть кардиолог должен был, по идее, ну, по задумке понимать, что его надо не ему лечить, а психотерапевтам. Ну, на самом деле, на тот момент сложилась такая ситуация, что в целом-то врачи общей практики и кардиологи, конечно, они понимали, что существует огромный пул пациентов, которые не являются их пациентами, вот, но при этом что с ними делать, тоже было непонятно, потому что было непонятно, что это за пациенты, ну, потому что всегда какие-то, там, симптомы обнаружить можно, да, здесь вопрос природы этих симптомов, откуда они берутся, да, то есть если человеку сердцебиение, это может значить о чём угодно. Вы, кстати, здесь вот пишете в своей книжке, да, про то, что, то есть вот распределение психических расстройств учитывает, с одной стороны, сходство клинической картины, с другой стороны, их родственность, прежде всего, по происхождению, вот об этом, да, идёт речь? То есть, собственно, реальный генез, реальную причину. Да, но вот как раз вот в классификации МКБ-10 реальная причина была, с одной стороны, выпала, вот, с другой стороны, было отнесено к правильной категории, поэтому, в общем, это упростило задачу. Ну, в общем, это было сложное время, и я тогда подготовил несколько пособий для врачей общей практики по разным направлениям, вот они, кстати, собраны в этой книжке, да, вот, и дальше я ездил с семинарами по городским больницам, по поликлиникам, диспансерам всяким разным, и рассказывал врачам, значит, мы издали эти книжки на деньги этих фармацевтических компаний, вот, в общем, потому что никто никаких средств на это не выделил, и, собственно говоря, я занимался найти деньги, всё провести, всех обучить, там, и так далее. Это очень просто сказать, найти деньги, вот, вы шли-шли, вот, валяются деньги, надо бы их взять. Это было всё сложно, потому что, ну, то есть, за это надо было отрабатывать, мы за это проводили клинические исследования, там, и так далее. Для этих фармацевтических компаний? Ну, конечно, потому что никто же просто так тебе ничего не даст. Вот, но тогда мы вот напечатали эти пособия, раздавали их врачам и объясняли, собственно говоря, суть, и, ну, я должен сказать, что определённый эффект был. Как вообще реагировали врачи? Ну, врачи сначала реагировали с недоумением, вот, потому что они, в принципе, не понимали, что это такое с ними происходит, вот, и, так сказать, то, что, понимаете, психотерапевтов на тот момент в стране сертифицированных было порядка тысячи человек, значит, на 140 миллионов населения это вообще не, вот, при этом, что это были за сертифицированные психотерапевты, даже, как бы сказать, закон не предразумевал какое-то определённое образование, и всё равно сертификаты могли получить кто угодно. Вот, и то, что, в принципе, панические атаки являются излечимыми и, как бы сказать, просто излечимыми, и вообще никакого здесь нету бенома Ньютона, для них было, конечно, большой новостью. То есть, они в целом с трудом верили, что вот эти больные, которых они, которые их мучают, вызывают постоянно скорую помощь и едут бесконечно, требуют, значит, какой-то помощи, при этом отказываются лечиться, боятся, значит, обследований, но очень хотят обследоваться и так далее. Ну, это очень сложный такой контингент, вот, на тот момент, сейчас немножко такая есть патоморфоз этих расстройств, но, в общем, на тот момент никто не мог поверить, что это, в принципе, можно лечить. Вот, никто не знал, что такое депрессия, вот, потому что это отдельная была большая проблема, потому что уровень депрессии в Петербурге был очень высокий. А сейчас что видишь? Ну, я сейчас не знаю, вот, я, потому что, когда я руководил Санкт-Петербургским городским центром, мы проводили, вот, как я сказал, педагогические исследования, и, например, одно из наших исследований показало, что, значит, суицидальное поведение демонстрирует ежегодно 400 тысяч петербуржцев. Ничего себе. 400 тысяч, да, ну вот, но суицидальное поведение в него входит, конечно, на большое. Трактически одна десятая. Да, это вот от суицида, как такового, да, которых очень много и в Петербурге, и в России, и мы вообще лидеры, значит, до, там, суицидальных мыслей, что жить не хочется и так далее. Но все равно это огромный пол людей. Причем, Андрей, очевидно, молодые люди-то, в основном, не пенсионеры-то, наверное, да, суициды думают? Ну, тут, слушайте, все зависит от времени. Вообще классическое распределение суицидов, оно такое. Значит, большая масса суицидов – это молодежные суициды, когда человек входит в жизнь, пытается как-то идентифицировать себя, понять, найти свое место в жизни, и сталкивается со сложностями, и здесь вот происходят суициды на почве такой вот, как бы сказать, психогенных реакций, да, стрессов, влюбленностей не случившихся, не состоявшихся и так далее. Ну, вот, а второй, как бы большой пик, значит, это суициды пожилых людей, ну, вот, потому что, значит, ну, это связано с тем, что на старости лет чувствуешь себя неважно, и если у тебя нету каких-то мотивов жить, то понятно, что многие люди предпринимают решение расстаться с жизнью. Вот это два таких классических пика, значит, и дальше есть время, вот, в котором мы живем. Значит, в зависимости от событий, которые происходят, значит, возникают пики. То есть, вот, например, мы вышли на первое место по числу самоубийств, даже по официальной статистике, хотя она как минимум в два раза занижена, мы вышли в 99-м году. На первое место в мире? Ничего себе. Что такое был 99-й год, я думаю, все помнят, это было последствия 98-го года, это было последствия кризиса, ну, вот, и большое количество мужчин, значит, с работоспособного возраста покончили с собой и дали эту, как бы, этот подъем статистики. Вот, поэтому еще есть просто вот такие временные фазы, и это всегда нужно изучать ситуативно. Я сейчас не скажу, что сейчас происходит. Я могу, может быть, некорректно быть, но вот моя тетка, которая работала тоже в психиатре достаточно долго, она говорит, что если человек в целом поконит жизнь самоубийством, то у него было психическое расстройство, то есть он уже не был здоровым психическим человеком. Это так вообще с точки зрения психиатрии? Ну, значит, тут мы опять входим в очень такое узкое горлышко. Значит, то, что касается отечественной психиатрии, значит, у нас всегда считалось, что суицид невозможен без депрессивного расстройства или другого психического расстройства. Значит, мировая практика и вот мировой подход категорически требуют проводить дифференцировку и говорить, что большая часть суицидов происходит у людей психически здоровых. Значит, и вот вся превенция суицидов в мировой практике, с которой мы активно знакомились, я много изучал и работал в Таллине и в других городах скандинавских, которые, они вообще, как бы сказать, у них эпидемические суициды, у них такой эпидемичный район по суицидам. Ну вот, и они просто много это делают, и я много там, соответственно, проводил всяких разных работ, у них вот международный подход, и он предполагает, что нет психического. Но я, конечно, психиатр отечественной школы, вот, и мне сложно представить, что человек, у которого реально всё хорошо и замечательно, да, ну вот, то есть, это может быть расстройство. Ну, почему они, почему в мире борются? Пытаются объяснить, что это возможно у нормальных людей, но то, что нормального человека может быть депрессивная реакция, реактивного происхождения, то есть, не эндогенная, не потому что соответствующие гены, и человек, как бы, обречён на свою болезнь, а просто ситуативные факторы определяют соответствующий уровень стресса, который приводит к депрессии, и который потом выражается в суицидах. Ну, вот, эти вот дети, которые в синих китах, да, я, поскольку тоже был причастен к Галине Мурсалиевой, которая вот провела это расследование, ну, в газете, старый добрый друг, вот, и она просила в своё время поддержки, ну, то, что изначальная реакция была такая, что всё это фуфло, ерунда, там, и так далее, и мне приходилось выступать в прессе и говорить, что, ну, прекратите заниматься ерундой, конечно, такое может быть, как минимум, и это надо отследовать. Ну, вот, сейчас мы уже знаем, что всё это, во-первых, было по-настоящему, все эти группы смерти, но и самое главное, что понятно, что дети, которые там оказывались, это дети, которые находились в депрессивном состоянии. Ну, вот, сейчас мы уже, как бы сказать, можем об этом говорить достаточно убедительно. Вот, да, и, соответственно, ну, вот, я как психиатр считаю, что в любом случае есть депрессивное или тревожно-депрессивное расстройство, другое дело, какой его генез? А вот как раз тоже вопрос тогда следующий. Вот вы говорите, депрессивное расстройство, депрессия. Вот многие же люди, да, на бытовом уровне неправильно понимают вообще понятие депрессии, да, они депрессию к чему угодно могут использовать. Что такое вот с научной точки зрения действительно депрессия? Ну, значит, вот, есть симптомы, значит, эти симптомы сейчас описаны, вот, в МКБ-10 в частности, и, соответственно, там логика, вы должны соответствовать набору характеристик, да, вот, условно говоря, там депрессивный эпизод, чтобы у вас была установлена депрессия, должен продолжаться не менее 10 дней. Не менее двух недель, значит, две недели – это сниженное настроение, это, там, плаксивость, это нежелание что-то делать, это чувство, что, значит... Двигательная заторможенность. Ну, вот двигательная заторможенность, она более характерна для эндогенных расстройств. Ну, там есть ещё просто нарушение сна, там, ну, существует куча критериев, и там, если вы в них попадаете, то у вас будет заболевание. Здесь надо понимать, как бы сказать, нейробиологию, я бы так сказал, депрессии. Просто, значит, что такое депрессия, это мы можем рассмотреть её с точки зрения, как бы, биохимии мозга, да, и с точки зрения биохимии мозга, это совершенно, как бы сказать, так называемая серотониновая теория, там, и так далее, и так далее. Это, как бы сказать, изменение количества, соответственно, нейромедиатора, да, и чувствительности нейронных мембран к этому нейромедиатору. Вот. Причём могут быть, там, не только серотонин, дофамин, но и адреналин, там, и так далее. Вот. Плюс есть, как бы, нейрофизиологический комплекс, да, вот то, что Салегбан в своё время показал, вот этот феномен обусловленной беспомощности, который формируется у человека в тот момент, когда высокий уровень тревоги, как бы сказать, начинает закрываться вот этой пассивностью, вот этим торможением разлитым, который, собственно говоря, тоже характеризует патофизиологию депрессивного процесса. И дальше есть ещё факторы, которые определяют, как бы сказать, происхождение этого, потому что это может быть эндогенно, то есть это в случае, если, там, все знают, маниакально-депрессивный психоз, да, там депрессивный, там есть депрессивный эпизод, да, ну вот, фаза, да, вот. А есть, соответственно, циклотемии, вот, то есть это большой спектр депрессивных расстройств, которые, может быть, не проявляются так драматично, как в психозе, да, но всё равно являются эндогенными, то есть человек носит все соответствующие гены, они в нём просыпаются и формируют вот эти биохимические и нейрофизиологические комплексы, вот. Но есть и реактивные, то есть когда возникает ситуация, которая длительная, там, это может быть длительный стресс, например, на работе, может всех перетерпевать, может быть острая фаза, да, острая такое, да, то есть, там, я не знаю, развод, бросил возлюбленный, там, я не знаю, погиб ребёнок и так далее, вот, как бы, это другая уже природа, но механика нейрофизиологическая будет одна и та же. Только если это какая-то эндогенная, генетически, да, обусловленная, то, естественно, глубина будет другая, и немножко будет по-другому. Ну, немножко по-другому симптоматика развивается, да. Хорошо, вот смотрите, вопрос тогда такой, я же сейчас сегодня вытягиваю информацию. То есть у меня вот есть набор, допустим, этих вот каких-то признаков, да, у человека, и он приходит к врачу, ему ставят диагноз депрессии, то есть, во-первых, мы выяснили, депрессия – это диагноз, да, то есть, это нельзя сказать, что если у меня плохое настроение, сразу же депрессия, это не обязательно депрессия, да, плохое настроение, не обязательно депрессия. Вот ставят депрессию, соответственно, лечимся мы у психотерапевта, соответственно, да, то есть, или у психиатра лечимся. Ну, вообще все психотерапевты должны быть психиатрами. это я так у нас так заведено поскольку добра в обязательно это врач вот и получается что в общем в общем-то депрессия достаточно серьезное заболевание которое должно лечиться под на самом деле контролем врача до процента процентов и соответственно если врач назначает антидепрессанты в этом ничего плохого потому что они помогают давайте в нужное состояние и быстрее проработать до свои какие-то сложные моменты да но если мы говорим просто если у человека есть эндогенность в развитии депрессии то мы просто не не обойтись без без антидепрессантов нужно просто понимать серьезность вопроса то есть у вас генетически недостаточное количество уровня тех нейромедиаторов которые необходимы чтобы вы продолжали нормальное существование ну вот поэтому но по сути дела антидепрессанты обеспечивают вот восстановление этого баланса менять чувствительность мембран но это уже как бы сказать литература это как бы такая заместительная терапия как если бы у вас удалили какую-то железу и выбор эту железу компенсировали прием соответствующих гормонов но вот тут то же самое да только просто друг по другу как принесу линия например да когда не до ворота консулина мы то есть у нас в мозге давайте поясним для вас мозги и системы несколько систем это все такой системе снежные клетки которые работают на определенных молекулах и бывает того что этих молекул мало их нужно добавить или бывает такое что чувствительность к этим молекулам и специальные другие молекулы которые воспринимают на клетках и и четвертых их сниженные поэтому нам нужно увеличивать увеличивать особенно в контактах между клетками чтобы они могли в сама система сеть работал этих клеток да и нормально в общем функционировала и обеспечивала ровный фон вообще вот ну вот антидепрессанты это уже вопрос как бы выбора да ну вот но с учетом то не генетически вот да 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 это не генетически не имеют врожденной природы значит там не обязательно антидепрессанты принимает решение да но вот в мире всегда назначаются антидепрессанты вот и сейчас это такая как бы уже если есть диагноз должно быть лечение но с учетом того что у нас уровень конечно и психотерапевтической помощи психотерапии так себе вот то но бывают конструкции при которых там даже медицинские психологи клинические психологи особенно в направлении когнитивно-поведенческой психотерапии потому что ее основатель арон бек собственно занимался как раз начал свою терапевтическую деятельность с лечения депрессий вот значит ну можно лечиться и такими методами тоже вот но этот ток очень легкие случаи есть он чуть чуть сложнее нарушается просто условно биомеханика и мы ее должны править с помощью лекарственных препаратов в целом жить и вот хотел сказать такую здесь вещь насколько ему меня поправьте если ошибаюсь насколько я понимаю антидепрессанты те же еще такое ложное представление да в быту что-то антидепрессанты сразу же сделать тебя веселыми стивили принимаешь но ведь это же не так они планеты это вводит просто в некоторое состояние такого равновесия психологического такое создают просто фон нужный не обязательно же человек начинает веселиться сразу же по приеме антидепрессантов у меня поскольку большой опыт назначение лекарственных препаратов я вам должен сказать что вот просто когда я сталкиваюсь с вот этим критическим отношением к эти депрессантам я испытываю ощущение вот легкого легкой легкой растерянности так скажем вот то что если ты видел пациента который находился в тяжелейшей депрессии который реально не хотела жить который не двигался там ну вот вот реально лежал просто на кровати и смотрел в стену вот ты ему назначаешь антидепрессанты и там через неделю на вот тебе приходит счастливый человек начинает с тобой обсуждать планы на будущее ничего с ним не делали кроме как назначили антидепрессанты вот понятно что это болезни и она лечится и она лечится вот значит и существует огромное количество людей которые несут в себе хроническую депрессию значит который продолжается иногда десятками лет вот и когда ты встречаешь такого пациента и назначаешь ему антидепрессанты самую незначительную дозу но небольшую в кнопках по лечебную но небольшую дозу антидепрессанта и он приходите через две недели и он говорит что никогда не знал что он может быть довольным и радость уника не знал чувство радости да вот и он и впервые стал испытывать то есть очень 20 лет живет например да и как бы и он год я не помню когда я так себя чувствовал да вот то в этом смысле они становятся очень веселыми вот другое дело что если у вас нету депрессии то прием антидепрессантов ничем вам не поможет ну то есть настроение не улучшится в этом поэтому друзья антидепрессанты в качестве увеселительных как говорится препаратов лучше не использовать смысла нету да они дорогие и толку не будет вот а да а этот как а вот есть например маскированные депрессии которые проявляются соматическими какими-то симптомами и ничто не подтверждается на в рамках обследования то есть человек жалуется на боли мы его исследуем и не находим никаких причин которые могли бы эту боль объяснить ему назначают антидепрессанты и у него проходят эти боли да значит в теле где-то да вот это в особенности мы имеем как диагностический признак и вот если мы находим мы видим пациента болезнь которого непонятно да вот но и но он значит страдает какой-то болями или какие-то слабости еще что-то потом мы назначим это является прямо таким диагностическим признаком ну то есть две недели человек принимает препарат если есть динамика в динамика в его состоянии то значит это просто вот этот депрессивное состояние сформировала такие соматические фантомы которые могут быть устранены как раз про соматику до держу книжку вашу психосоматика она 2000 какого года выпуска 2007 года выпуска я знаю что не единственная книга который входил этот период вас еще было такое огромное дома есть эта книжка под системно руководство по до проведенческой психотерапии время когда я был очень популярный и все готовы были покупать эти книжки как вот посмотрите вот в общем маленький шрифт практически нету полей сколько тут 500 что-то страница и вас таких несколько книжек как вообще откуда с такая работоспособность я вам книжку 300 страниц два года принять его только доредактировал еще не доредактировал выглядит объемно да но это два года я не работала вы там просто мне кажется как это вас катастрофика космическая способность какой секрет у вас андрей владимирович вашей способности я не думаю что тут какой-то секрет дело в том что ну просто то что касается монографии этот работы которые которым который предваряется очень большой предварительной научной деятельностью ну вот и конечно для того чтобы написать такое простое емкое пособие здесь их пять штук я дуне очень было интересно всем рекомендую как каком-то направлении вот психосоматической медицины этому предшествует просто очень большой период работы вот и когда ты ее уже все делаешь то в общем монография не становится проблемой на вот потому что это не исследовательская вещь просто есть еще книги которые пишутся как исследовательские где-то в процессе вот то что касается книги мышления которые сейчас вот вышла на исследовательская там каждый как бы в каждой книге есть отдельные то есть вопрос подождите вот очень поговорим да ну вот значит да а потому что касается практических книжек которых вот я написал достаточно много вот это по большому счету их ну не так сложно писать по причине того что вы собрали огромный опыт ну потому что ты это все обсуждая с пациентами потому что я писал свои практические пособия по психотерапии такими чтобы вот они в определенном смысле воспроизводили психотерапевтический прием и позволяли человеку получить ответы на эти вопросы с которыми он обратился бы психотерапевту ну я думаю что вы немножко что лукавить и говори что это только из-за общения с пациентами потому что я открываю книжку здесь просто мете ссылка ссылка автором это монография да потому что сейчас есть практическое пособие у меня есть например у меня есть вот в этой книге есть раздел который посвящен сосудистой дистонии для врачей общей практики им рассказывается что это никакая не соматическое заболевание как она лечится каковы причины там и так далее но у меня есть и практическое пособие для для ну как для людей не специалистов где рассказывается средства от выезды до или паническая атака на вот и там как бы сказать просто можно ее прочитать и условно вылечиться я умею много тыс и даже немного опытов какие люди осознают что с ним происходит и у них прекращаются эти приступы да да я тоже таких людей встречал который через по вашему книгу подтверждаю это совершенно это удивительный эффект правда я вообще не нашу это возможно вот но я все-таки вот пока да хочу докрутить эту книгу вот психосоматика до психа сома дать это как психическое связано с нашим телесным и в общем психосоматика и такой это такой раздел который изучает то как наше мышление в том числе как наши какие-то психологические состояния могут отражаться на ощущение своего организма и вот существует достаточно распространенное такое зачастую до псевдонаучное мнение насчет психосоматических расстройств что чуть-либо еще не все болезни в мире это психосоматика вот что действительно психо вот на самом деле вот что дед из головы вот идет в тело что на самом деле и какие вот вот можно вот сказать прямо железобетонная это психосоматика я честно говоря небольшой любитель этого слова вот потому что оно скандале а скандалилась да да ну потому что психосоматикой б есть целый направление психотерапии например которая лечит психосоматику подразумевая под ней вообще черт стать что непонятное на вот в общем как какие-то вот тоже пара нам пара научные какие-то вещи проговорят про психосоматику там какие-то есть и да вот это все это анекдотичные вещи ну вот да и поэтому само слово немножко затерт и как бы не изящно затерт и вот значит ну когда я передо мной стоял задачи вот врачам объяснить что это такое потому что в советской медицины не было психосоматики на вот психосоматика так стала заходить к нам 90-е годы по большому счету да вот мы говорили что есть психосоматические заболевания но мы не говорили что есть что есть психосоматика какой-то раздел ну вот и когда и мне нужно было структурировать материал вот и для того чтобы охватить все поле это пространство психосоматики так назывался на посоль пространство психосоматики значит я показал следующий я показал что есть психические расстройства которые значит могут иметь соматические проявления вот например моя маскированная депрессия это депрессия которая имеет соматические проявления да значит вегетососудистой дистонии соматоформной вегетативной дисфункции сердце сердечно-сосудистой системы это психическое расстройство которое имеет соматические проявления да вот да а могут быть соматические заболевания которые у которых нет которые которые вызваны психическими расстройствами например вот там гипертоническая болезнь да во первых гипертоническая болезнь это огромное пространство разных недугов до разных механизмов которые вызывают соответствующие заболевания но один из механизмов связан с тем что значит человек испытывает уровень высокий уровень агрессии неосознаваемые они как правило характеризуются вот эти пациенты вот такой это алекситимия называется не чувствительность к собственным эмоциональным реакциям он переживает высокий уровень агрессии не понимает этого и дальше выделяется выход выбрасывается адреналин происходит постоянно и организм адаптируется к высокому уровню артериального давления а дальше запускаются патологические механизмы уже соматические которые обуславливают поддержание этого уровень высокого давления потому что сосудистая стенка меняется при очень высоком давлении после этого становится жесткой после этого не может его сбросить и так далее там куча механизм но они уже все соматические то есть у нас есть пусковой фактор точно также как и заствием на тело на точно также как с язвенной болезнью высокий уровень тревоги приводит к тому что у человека возникает да ну у него возникает вот такая рассинхрон в работе симпатической парасимпатический систем на вот и это парасимпатика нарушенная до приводит к тому что изменяется чувствительность клеток эпителия желудки желудка в частности может там других местах быть но в желудке особенно и изменяется и дальше собственные собственная соляная кислота желудки разъедает эти но уже включаются соматические механизмы ну вот то есть вот пусковой фактор то значит но это не психическая болезнь бессмысленно гипертонии больного с гипертонией лечить психотерапевтическими методами бессмысленно больного значит с язвенной болезнью желудка лечить их терапевтическими методами вы его можете потерять иногда умирает да значит и задача состоит в том чтобы просто лечить болезнь да это соматический больной и здесь психотерапевт выступает как вспомогательный врач который помогает не допустить рецидива который помогает удержать эмиссию которую мы добились и так далее то есть если в одном случае это наш врач это психиатр психотерапевт потому что именно он способен вылечить и и в с д будем называть ее так то паническую атаку и там маскированную депрессию еще кучу всяких разных заболеваний и этот врач психиатр лечащий врач да вот этот как его если нас астма язвенная болезнь гипертоническая болезнь и так далее то понятно что лечить должен врач самотолог терапевт до психотерапевт выступает как вспомогательная такая вещь ну вот поэтому вот задачи и в книге там подробно я бы разложил все варианты взаимодействия для того чтобы было предмет было можно было понять чей кто чей пациент то что это очень важно потому что если попадешь не к своему врачу он тоже может начать тебя лечить не вот но толку от этого может оказаться меньше чем вреда который будет до него сейчас ситуация смешка поменялась потому что смотришь и даже специально перед интервью посмотрел вот и частные клиники нефтегустостные уже очень много где есть вот на сайте бедно психотерапевт то есть там есть там невролог эндокринолог все тут от тех терапевтов прием да и и все потом когда я ходил своими жуткими паническими атаками и я сходил к неврологу и кардиологу эндокринологу и кашка терапевту и пока я уже не попал там заведующие неврологическое отделение там пироговской клинике она не сказала илья илья андреевич нужен психотерапевт я скажу ну пойду я же сам все-таки на учебу это учил я еще учился лентам и это буквально у меня все панические атаки стиле за 67 как-то вот сеансы то есть а к тому что это работает действительно и я ходил два с половиной года мучился не в транспорте не мог есть мы из машины выходят тоже просто вот там сердцебиение одышкой это суши год это еще неплохо потому что у меня были пациенты которые десятилетия я все время говорю всем вот обращаюсь к друзья вот я знаю что у меня даже среди моих друзей есть у которых панические атаки если будете в этом смотреть не затягивайте всеми спрошу дойдите до психотерапевта не пожалейте этого времени 67 процедуры все это снимается это действительно убираются вещи просто здесь нужна помощь извне либо почитайте книжку андрея владимировича железном anlamали дождём я сократить в 2 и у Продолжение следует...